Часто мы сталкиваемся с необходимостью переслать, разместить, уместить какой-то большой файл на ограниченном носителе или подправить по почте. Например, многие почтовые ящики имеют предел по размеру отправляемого файла 10 или 20 мегапайта. Я вам покажу, как можно разделить файл с помощью старой, давно забытой, но очень хорошей программы Total Commander. Вот значок у меня на экране. Открываем Total Commander. Вот здесь я создал папочку. Моя рабочая папка. Открываем. Здесь у меня какой-то printl. Ну, в общем, что-то мое. Вот у меня здесь есть фотографии. Во втором окошечке открываем тоже папочку. Вот я создал в директории единичку пустую, в которую я буду скидывать разбитые файлы. Вот выбираем вот нашу фотографию. Объем ее 3,28 мегабайта. Ну, например, как нам сделать, чтобы уместить ее, ну, например, на хлопьи дискеты 3,5 дюйма. Они размером 1,44 мегабайта. Вот. Выделяем нашу фотографию. Нажмем кнопочку файл в Total Commander и в ниспадающем меню выбираем разбить на файлы. Появляется вот такая менюшка разбиения, где можно выбрать куда записывать файлы, файлы результата. И можно выбрать размер частей, на которые надо дробить. Вот можно 1,44 мегабайт, 1,2 мегабайт, это 5,25 диски, это 720 килобайт, 360 килобайт, 100 мегабайт, 250 мегабайт, 650 мегабайт сети, 700 сети. В общем, достаточно большой выбор здесь. Можно даже вручную набрать объем. Ну, вот выберем 1,44. Можно, конечно, выбрать удалить все файлы на получателе, но это только для флеша действует. Мы это делать не будем. Выбрав путь, куда сохранять результат и размеры файлов, на которые надо дробить наш большой файл, в нашем случае, нашу фотографию. Мы жмем ОК. В результате получаем 4 куска. Естественно, эти 4 куска, если мы пытаемся любое из них запустить, мы ничего не получаем. Windows с удивлением спрашивает, что делать с ним. Теперь обратное действие делаем. Открываем вот опять единичку и наши папки, и наши файлы. Выбираем наш первый файл с расширением 001. Жмем файл. В ниспадающем меню собрать файлы. Windows опять спрашивает, куда собирать. Ну, по умолчанию он здесь прописывает путь, указанный в противоположном окне. Жмем ОК. и получаем нашу фотографию. Пожалуйста. Вот такой простой способ. Продолжение следует...